Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о первой проповеди Иисуса Христа в Назаретской синагоге. Приняв крещение от Иоанна, Господь удалился в пустыню Иорданскую и там провел 40 дней борьбы с дьяволом, о чем, кстати, тоже хотелось бы поговорить, но не сегодня. Там он, сжимая опыт 40-летнего странства евреев по пустыне, проводит 40 дней день за год. Как мы вот и читали у пророков, так как Иезекииль день за год лежал на боку за грехи Израиля, так Господь день за год в пустыне находится день за год. 40 лет путешествия, 40 лет пребывания в пустых местах. И 40 лет ропота, 40 лет этих отпадений, раздражений Господа, этих всех просьб наглых, этих всех безверных поступков, он меняет на 40 дней послушания. И там слушается голоса Божьего и пребывает в молитве постей и воздержания. Потом побеждает дьявола. А потом приходит в мир. И вот в миру он приходит в свой город, где был воспитан, в Назарет, в котором он, кстати, не творил чудес, поскольку нет пророка в своем Отечестве, и там знали Христа с маленького. Он на улицах Назарета ходил, они видели его. Трудно было представить этим жителям незначительного городишки, села, по сути, что вот этот юноша, вот этот мальчик, вернее, потом юноша, что вот он есть мессия, сын плотника, закону не учился. И поэтому там было трудно в Назарете с чудесами. Господь их там не творил. И говорил, что нет пророка в Отечестве своем. Так вот он, вернувшись уже в силе Духа Святого из пустыни, как триумфатор. Это все было скромно, но он вышел с триумфом. Дьявол обломил свои зубы об его смирении. Впервые дьявол был посрамлен. Все три искушения сломались, ни одно не сработало. А до сих пор все проигрывали. Все проигрывали. Нет ни одного человека вполне свободного от искушений дьявольских. Христос все три оружия выбил из его рук. Как триумфатор приходит в синагогу. И он читал там книгу. Синагогальное богослужение заключалось в молитве и чтении. Евреи к тому времени уже поняли, что жертвы ниже молитвы. То есть жертвы приносятся в храме. Саддукеи были храмовой сектой. Они говорили, что храм – это самое главное. Там жертвы, там все. А фарисеи были такие молитвенники. Они говорили, что жертвы хорошо, но молитва выше. Поэтому в синагогах они молились, читали, слушали. Думали, спорили, рассуждали, общались, проповедовали. И считали, что это полезнее, чем заколать животных. И вот Христос был в роли чтеца в синагоге Галилейской, этой Назарецкой. Насколько важно нам с вами также в храме Божьем читать Слово Божие, псалмы, часы, повечерие, каноны, утренние и так далее. Потому что сам Господь читал Писание в храме. Ему подали книгу Исаии пророка. Опять Исаия. Это чудный Исаия. Куда ни повернись, везде Исаия. Столько пророчеств Исаия о Христе Спасителе и столько возвышенного. Господь разворачивает книгу. Книга-то была свертком. То есть он ее разгнул, то есть развернул, а не раскрыл страницу. Не было так вот, как у нас страничек сейчас. Развернул этот свиток и нашел слова, где было написано. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Проповедовать ли это Господне благоприятное? И закрыв книгу, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него». Очевидно, слова благодати, исходящие из уст, «Пусть его привлекали сердца слушающих, и они смотрели на него с большим и пристальным вниманием. Он начал говорить им, сказав, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словесам благодати, исходящим из уст его». То есть первая реакция хорошая. Но дальше Господь ведет себя так, что им приходится огорчиться. Они наслаждаются его словами, но ему нужно другого. Ему нужно от них смирение. Помните Иоанн Претеча? Говорил, приходившим к нему креститься, называя их порождение Ехидновой, «Не думайте бежать от грядущего гнева, и не думайте говорить в себе, что мы дети Аврааму, потому что Бог из камней детей Аврааму может сделать». То есть отбросьте напрочь всякое самооправдание. «Я такой, я сякой, я правильно верю, я хороший, у меня хорошие родители, я делаю добро». Забудьте все это. Христос делает примерно так же. Он говорит им, «Много было вдовиц в Израиле при Илье Пророке, но ни к одной из них не был послан Илья, а только к вдовице в Сарепту Сидонскую, когда был голод на земле, и небо не давало дождя три года шесть месяцев». То есть вспоминает период, когда к язычнице Господь послал пророка Илью, Илья жил у нее, а она питала его и сама питалась возле него, потому что мука и елей у нее в сосудах чудесно, не оскудевали три с половиной года ради пророка. Он питался ее милостыней, она питалась его присутствием. Дальше Господь говорит, что и много было прокаженных в Израиле при Елисеи и пророке, но ни один из них не исцелился, только Нейман Сирианин вспоминает. Он также тот событие, когда сирийский военачальник, воевавший страны с Израилем, сирийцы воевали с Израилем, больной проказой исцелился по молитве Елисея, семь раз окунувшись в Иордание. Зачем Господь говорит это в Назарецкой синагоге? Зачем Он говорит евреям о том, что язычники в древности показывали большую веру, иногда, и получали больше милости от Бога, чем евреи? Вдовица в Сарепти-Сидонской, сиро-феникиянка, и сирийц военачальник Нейман от Ильи и Елисея, соответственно. А израильские вдовицы, израильские прокаженные, не получали этой милости. К чему Он это говорит? Он вырывает из-под ног евреев этот шаткий грунт ложных самооправданий. Они, когда услышали это, исполнились ярости и хотели сбросить Его с горы, на которой Назарец основан, но Он, пройдя между них, удалился, потому что время страдать Его не наступило. Это очень интересный текст, братья и сестры, потому что человеку постоянно хочется оправдаться чем-то. А Христос ему говорит, и Притеча говорит, не оправдывайся, не ищи себе оправданий. И Серафим Саровский говорит человеку, суди себя сам, и Господь тебя не осудит. Будешь оправдывать себя, Бог будет тебе судьей. Будешь осуждать себя, Бог будет тебя оправдывать, Он будет тебя адвокатом, если угодно. Те язычники, те и те, были интересными людьми. Когда у этой женщины в Сарепте-Сидонской, у вдовицы при Илье Пророке, умер ребенок, она интересно сказала Илье такие слова, зачем ты пришел ко мне, человек Божий, напомнить грехи мои и умертвить моего сына. То есть присутствие святого человека в ее доме она расценила как напоминание о ее грехах. Вот теперь сын у меня умер. Вот грешник, когда с ним совершается чудо, он радуется и пляшет, думает, что я хороший, мне Бог чудо послал. А праведник, получающий какое-то чудесное событие, какую-то такую помощь, ощущается бы недостойным. Вот женщина в Сарепте-Сидонской была именно такой. Она, живя возле праведника, ощущалась бы недостойной этого. И грехи ее юности вспоминались ей, когда она видела перед собой Илью, потому что святость, пребывающая с ней пророка, возбуждала в ней ее совесть. Это высоко. И в ней это было. И не зря потом Илья воскресил этого сына. Господь уделил ей такую милость. Такой скорбью поразил ее сердце и такой лаской исцелил его тут же. И Нейман, сирианин, был тоже интересный человек. Он, познав Бога истинного, исцелившись, сказал Елисею, «Но я военачальник, я служу своему царю, и когда царь идет поклоняться своим богам в свои храмы, я стою возле него и тоже склоняюсь, когда царь кланяется, я тоже поддерживаю его, и с ним склоняюсь как бы... То есть в сердце нет у меня уже веры в этих богов. Я верю в твоего Бога, но я вот должен в храме быть возле своего царя». И Елисей понимает, что, конечно, что ему, как ему, говорит, «Иди с миром». Вот пускай этого, то есть Нейман, верующий уже человек, он еще не обрезан, он еще там не знает закона, еще так далее, но у него есть самое главное уже, у него есть вера. Вот это вера, которой не было у евреев. Закон есть, обрезание есть, в субботу хранят, пусть льстива, пусть лжива, это, значит, закон о пище соблюдают, писание читают, но главного нету, а у этих есть. Как нужно нам, братья и сестры, быть так же с вами внимательным, чтобы за тысячами разных предписаний главное не забыть, чтобы Господь, имя Его, слава Его, воскресный день, Пасха, победа наша, сияясь победа, победившая мир, вера наша, Христос воскреший, чтобы это главное не было заслонено огромным количеством таких более мелких, важных, но более мелких вещей, потому что всегда есть опасность для религиозного человека закрыть от себя тучей второстепенных вещей одну, две, три самые главные вещи. Вот у евреев такая трагедия произошла, поэтому Господь пришел ровнять их сердца, пришел снимать с них эти ложные покровы и одеяло срывать с них от ложных самооправданий. Такие жестокие слова им, для них казалось жестокими, но они и есть такие не очень добрые слова. Сказал им их в синагоге, реакция людей была самая гневная, они хотели убить Христа тут же. Потом еще три года нужно было все это им слушать, и это желание убить Христа накапливалось. В конце концов, в эти сгустившиеся тучи родили из себя такой страшный дождь, дождь беззакония. Такие Господа схватили, ложно обвинили, ко Кресту пригвоздили, а он хотел этого, ибо для этого и пришел, чтобы неправедным этим убиением пролилась праведная кровь, и в этой крови очистились все грехи всех людей всего мира. Дивны дела Твои, Господи. Дивна любовь Христа, и дивна наша слепота. Ну что ж, мы время свое исчерпали. Это была четвертая глава Евангелия от Луки, первая проповедь Христа Спасителя в синагоге города Назарета, где он был воспитан. До свидания, до скорой встречи. Спокойной ночи. Субтитры подогнал «Симон»